В октябре в микрорайоне Юго-Западный откроется губернаторский лицей. Об этом сообщил глава региона Сергей Морозов в ходе осмотра учебного заведения и встречи с педагогическим коллективом. Не каждый может по прошествии такого периода времени сказать, что ему улыбнулось счастье, он пришел в новую школу, что он был участником строительства, создания, причем не просто общеобразовательного учреждения, а мы с вами находимся далеко не в простом общеобразовательном учреждении. Сегодня мы с вами будем создавать, и сейчас поговорим об этом, одно из самых уникальных, самых оперативных, самых, наверное, интеллектуальных образовательных пространств не только в нашем регионе, но и в Привозном федеральном округе, и, конечно, в Российской Федерации. Нам нужно с вами поговорить о содержательной части, потому что это крайне важно для нас, не только стены, но и что мы здесь будем для молодых, амбициозных, голодных на знаниях людей. Мы готовимся к тому, чтобы ваше замечательное учреждение посетило руководство страны, и у вас у всех будет возможность поговорить с руководством государства страны, и рассказать о том, что вы хотите сделать. Для этого я еще повторяю, что нам важно не только вас обеспечить проекторию роста, чтобы вы понимали, что вы лучшие из лучших, но и, конечно, решать в том числе социальные вопросы. Напомним, строительство новой школы в Дальнем Засвияжье в микрорайоне Юго-Западной началось в марте 2017-го в рамках реализации федеральной целевой программы «Жилище». Учреждение рассчитано на тысячу учебных мест. В настоящее время завершились поставки школьной мебели, оборудование для студии, звукозаписи, видеостудии, концертного и видеозалов, конференц-зала. По словам министра образования и науки региона Натальи Семеновой, на данный момент сформированы 39 классов, в том числе 7 классов для первоклассников. Кроме того, определен состав педагогического коллектива. Хотелось бы сказать вам огромное спасибо за то, что вы дали команду сформировать мою команду к 1 сентября. Это действительно было очень правильное решение. Мы все собрались, мы уже знакомимся, мы уже работаем с нашими ребятами, которые мы буквально за неделю, мы их за неделю практически сделали невозможное. Мы собрали коллектив из 1073 человек с 1-го и 10-й класса, я имею в виду ребят. И сейчас мы размещаемся в четырех образовательных организациях, близлежащих. Конечно, мы все ждем, просто очень все ждем, когда мы все перейдем сюда. Хотелось бы сказать о чем? О том, что здесь у нас будет школа полного дня, и мы всю свою стратегию нашего развития вкладываем параллельно и внутри стратегии развития президентской инициативы, развития современного образования. То есть вот эти вот программы, приоритет национального проекта, и развитие школьного образования, и успех в каждом ребенке. То есть вот все наше взаимодействие внутри будет, между детьми и учителями, будет в рамках вот этой вот стратегии. В ходе встречи с педагогическим коллективом состоялось вручение жилищного сертификата победительницы конкурса «Учитель года России», обладательницы «Малого хрустального пеликана», заместителю директора данного учебного заведения Анастасии Менгачевой. «Разговор был, это где-то, наверное, было, и моя инициатива, чтобы школа не просто имела такое освещение строительное, не только имела возможности иметь здесь какие-то новые технологии, но чтобы и лучшие, и лучшие были здесь. Да, я тогда говорил, что готов участвовать в том числе и обеспечении наших лучших учителей жильем. Дом у нас, буквально вот здесь, зимой дом, он строится. У нас мы не стали, может, была возможность там подальше, но я сделал так, чтобы можно было... Мы сюда смотрим, нет? Сюда смотрим, да? То есть у нас дом, вот здесь четвертый этаж, да, у нас вот вон, 53 квадратные методы, полная квартира». Спасибо. 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 Спасибо.